Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня будем говорить о работе Гомельских поликлиник. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы, которые касаются работы Гомельской центральной городской поликлиники, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона. 77 68 45. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Вячеслав Петрович. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Добрый вечер, Владимир. Часто приходится слышать, что любую болезнь проще предупредить, чем потом лечить. Скажите, пожалуйста, что лично Вы предпринимаете для того, чтобы сохранить здоровье? Лично для себя, учитывая, что работа все-таки достаточно нагруженная и суетная, то для себя я выработал определенные критерии, к которым я не приступаю. Это прежде всего сон не менее 7 часов в сутки. Лучше раньше лечь и раньше встать, и тогда успеешь больше всего сделать, особенно когда хорошо отдохнешь. Естественно, периодический прием витаминных препаратов для поддержания иммунитета и общего тонуса организма. Ну, а также своевременные прививки, которые делаются как по возрасту, так и ежегодно против гриппа. А в поликлинику ходите? Ну, учитывая, что я работаю в поликлинике, поэтому я ее посещаю каждый день. Но вместе с тем, для того, чтобы следить за своим здоровьем ежегодно, это всегда, как только проходит 1 января, и мы начинаем работать. Это у меня общее правило с начала работы, я сразу прохожу, это рентгенофлюорографическое исследование, общий анализ крови и другие обследования, которые положены мне по возрасту. Ну, вот так говорят, что врачи самые капризные и самые трудные для лечения пациенты. Наверное, так и есть, я, как и все, боюсь уколов и стоматологов. Ну, вот все-таки не отступайте от этого правила. Традиционно в холодное время года фиксируется подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Скажите, пожалуйста, вот какова сейчас ситуация в городе Гомеле, растет ли число обратившихся к врачам? Нет, на сегодняшний день ситуация достаточно спокойная. Если сравнить уровень заболеваемости с прошлым годом, то он ниже на 15% в текущем году, чем в прошлом году. И учитывая, что вот настала холодная, сухая погода, у нас прекратилась циркуляция определенных вирусов. Поэтому как раз вот данный период, он достаточно спокоен, стабильен в плане общей заболеваемости. Могу предугадать, что прививку от гриппа вы сделали? Естественно, это ежегодно я делаю прививку, которая поступает вот для работников бюджетных организаций, которые сталкиваются с большим количеством граждан. Проводится это наша отечественная прививка. В принципе, нормально перенес, без всяких побочных эффектов. А что касается гомельчан, то каковы в этом году данные по профилактике гриппа? Значит, в этом году наша задача привить не менее 40% наших жителей. Это порядка 216 тысяч. Поэтому мы проводим вакцинацию как за счет бюджетной вакцины, так и за счет тех вакцин, которые заказывают предприятия для своих работников. На сегодняшний день необходимо отметить, что уже привито более 190 тысяч наших граждан. И до 1 декабря я, надеюсь, уверен, что данную кампанию мы завершим, как и положено, как и завершали в предыдущие годы. Еще есть возможность платно сделать прививку желающим? Конечно. Можно еще обратиться, да, вакцина есть. Какова эффективность вакцино-профилактики по результатам прошлого года? Действительно ли мы меньше болеем, потому что каждый год 40% граждан приблизительно у нас привито? Да. Эффект все-таки от вакцинации достаточно большой. Значит, из числа привитых, учитывая, что статистика подводится ежегодно, в прошлом году заболело всего 8,5%. Которые перенесли заболевания в легкой форме. Среди непривитых граждан, конечно, уровень заболеваемости был несколько выше. Но, учитывая, что иммунную прослойку достаточную мы создаем ежегодно, то эпидемический порог мы не превысили. Люди, которые отказываются от прививок, это аргументируют тем, что боятся возможных осложнений. Скажите, пожалуйста, вот опыт у нас уже вакцинации достаточно большой. Фиксируются осложнения или аллергические реакции на прививку от гриппа? Необходимо отметить, что как в предыдущем году, так и в текущем году, ни одного случая аллергических реакций на вакцину от гриппа не зарегистрировано. Регистрируются только случаи выработки иммунитета. То есть реакция организма на введение чужеродного белка и выработка наших защитных антител, что может проявляться признаками легкого недомогания, повышения температуры до небольших цифр. Эти симптомы всегда встречаются, но обычно они за сутки-двое проходят. То есть ничего делать с этим не надо, лечить ничего не надо, к врачу обращаться? Нет, это обычная реакция организма для того, чтобы выработать иммунитет и в последующем уже уберечь от заболевания. Каких-то более серьезных состояний не возникало? Нет, не зарегистрировано. То есть бояться точно нечего, от прививки хуже не станет как минимум? Однозначно. Как вы относитесь к отказам родителей прививать детей? Потому что это тоже такое веяние, достаточно популярное. Иногда рискуют люди даже тем, что не принимают их в дошкольные учреждения ребенка и все равно от прививок отказываются, начиная с роддома. Ваше мнение? Ну, мое мнение, конечно, в этом отношении отрицательное. Почему? Прежде всего, те прививки, которые делаются, они делаются от наиболее распространенных заболеваний. Это и эпидпаратит, и столбняк, и краснуха. Поэтому, учитывая, что календарь прививок достаточно широк и разбит на все возрастные периоды, то в случае контакта ребенка с микробом, потом мы получим более сильные осложнения и более сильные реакции, которые могут привести в том числе к летальному исходу. Поэтому хорошо, если мы убережем собственного ребенка, и он не столкнется нигде, не получит ни рану, не инфицируется каким-нибудь микробом, от которого мы защищаем, то это будет хорошо. Но если он это получит, то потом уже поздно будет что-то делать, а лечить это всегда хуже. И тем более большое число осложнений, особенно против тех вирусных болезней, которые мы инфицируем, они приводят к повреждению и репродуктивной сферы, и поджелудочной железы, что в последующем может привести к развитию сахарного диабета. Поэтому, чтобы не сделать ребенка инвалидом все-таки на всю жизнь, не сделав эту прививку, то лучше ее сделать. Я понимаю опаску родителей, что есть аллергические реакции на вакцину. Но на сегодняшний день, кроме тех вакцин, которые проходят непосредственно апробацию и применяются у нас на бюджетной основе, и да, конечно, будет регистрироваться какой-то процент осложнений небольших, ну скажем так, но не очень сильных. Но вместе с тем, у родителей есть альтернатива провести вакцину, вакцинацию на небюджетной основе, более высоко очищенными вакцинами. Тем более, что они есть у нас в наличии, и для своего ребенка, я считаю, конечно, жалеть средства не надо. Если есть возможность, то мы же должны им дать всегда лучшее. Вячеслав Петрович, у нас сейчас есть возможность выслушать нашего телезрителя. Здравствуйте. Я надеюсь, что вы нас дождались. Алло. Вас слушаем. Да, здравствуйте. Меня зовут Лидия Петровна, я с Гомеля звоню. Инвалид по зрению, значит, первая группа. Проживаю в Волотове, отношусь к поликлинике номер 3. У меня к вам три вопроса, значит, три, желательно, чтобы их как бы исправили, помогли нам. К нашей поликлинике относятся очень много инвалидов, опорников, инвалидов по зрению. У нас очень ужасная дорога перед поликлиникой. И ступеньки поломанные, значит, там, когда идешь в поликлинику, и дорога, это ужасная дорога, ужасная. Все в курсе дела, кстати, и главврач, и даже бывшее здравоохранение. Потом нет у нас на кабинетах вот этого по Брайлю, чтобы написано было для инвалидов, какой это кабинет, и какой врач принимает. И еще не соблюдается по времени. Если я, например, записана в 4, то я попаду чуть не к 6. Спасибо большое, Лидия Петровна. Сейчас мы попробуем разобраться в ваших вопросах. Пожалуйста, Вячеслав Петрович. Ну, что касается вопросов Лидии Петровны. Значит, ну, то, что она сказала, что дорога ужасная, значит, это не совсем так. Вокруг филиала дорога сделана нормальная. Да, ступеньки, которые ведут к филиалу, на сегодняшний день нуждаются в ремонте. Что было возможно, хозяйственным способом мы отремонтировали. Но, конечно, там уже необходим будет капитальный ремонт. И в титульный лист мы записали. Поэтому при уже распределении бюджета между учреждениями, конечно, мы будем предусматривать в первоочередном порядке наведение порядка на этой прилегающей территории. Потому что у нас, кроме филиала 3, есть еще ряд учреждений, которые необходимо именно вот подъездные и подходные пути сделать более оптимальными. Что касается табличек по Брайлю, ну, в принципе, центральная поликлиника, где сейчас расположен сам наш аппарат, руководство городским здравоохранением, эта поликлиника всегда обслуживала предприятия светотехнику и людей с ограниченным зрением. Поэтому, если число инвалидов и людей с ограниченным зрением в филиале 3 много, этот вопрос мы уточним. И изготовить эти таблички, оно не требует больших затрат, в принципе, оно выполнимо. Ну, поэтому это мы сделаем. Что касается времени приема, то здесь, я думаю, что проще всего, чтобы Лидия Петровна связалась непосредственно со мной, набрал приемную 58-10-47. И сказать, так как контактные данные она не оставила сейчас, и мне сложно будет... Контактные данные у нас останутся. А, у нас будут? А, ну так тогда вопросов нет, я уточню, потому что в целом система настроена на то, чтобы избежать данных проблем. А если это носит системный характер, я у нее уточню, постоянно это либо непостоянно, и тогда, конечно же, мы определимся с тем медицинским работником, за которым она закреплена. Проверьте, пожалуйста, ситуацию. Я думаю, что люди, которые строили, когда-то проектировали поликлиники, были большими оптимистами. И рассчитывали на то, что людей с ограниченными возможностями в скором времени не будет, и нашим медицинам будет всесильно. Но, к сожалению, эти люди есть, эти люди должны обладать такими же возможностями, как и все остальные, и спокойно, без проблем добираться до врача. Конечно же. Давайте продолжим. Я узнала ваше мнение о прививках. Хочу узнать ваше мнение об эффективности диспансеризации, которая проводится в Гомеле. Какие данные она дает службе охраны здоровья? Насколько они важны? Диспансеризация, учитывая, что она начала проводиться с 2007 года, основная цель ее была направлена на то, чтобы выявить заболевания, о которых человек не знает, чтобы предупредить их дальнейшее развитие. Поэтому для разных возрастных групп населения сформирован определенный перечень обследований, исходя из риска развития заболеваний, и проводится обследование в соответствии с возрастом. Для людей 20-30 лет это минимальный набор обследований для того, чтобы выявить скрыто текущее заболевание системы крови, эндокринной системы. Учитывая, что с возрастом на первый план у нас выходят болезни сердечно-сосудистой системы, то после 30 лет уже присоединяются исследования специфические липидного спектра крови, чтобы выявить развитие атеросклероза, гипертонической болезни, а также факторы развития сердечно-сосудистой недостаточности. Ну и насколько часто выявляются действительно такие проблемы, о которых люди не знали бы, если бы не обратились в поликлинику? Ну, скажем так, если подводить итоги ежегодных результатов диспансеризации, то в первые годы, когда мы начинали работать, мы выявляли из числа осмотренных у 50% наличие новых заболеваний. На сегодняшний день, конечно, учитывая, что исследования и обследования люди проходят уже довольно часто, то эта цифра уже небольшая, и поэтому порядка 5-6% развития новых заболеваний мы уже у людей находим. Поэтому при выявлении диагноза хронического заболевания данный человек относится к группе диспансерного учета Д3, которая подразумевает обязательный периодический осмотр как врачей-терапевтов, если это терапевтический профиль, так и узких специалистов с определенными датами явки, либо раз это в полугодие, либо один раз в квартал для контроля лечения и приема тех препаратов, которые им назначаются. Спасибо, Вячеслав Петрович. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Если есть на ландышах, то туда очень тяжело попасть. То есть нужно с высокой соей, но нам надо ждать, когда выделят нам талончик. Это вопрос. А предложение? Мы относимся к первой центральной поликлинике. Вы знаете, для того, чтобы попасть к специалистам, по телефону дозвониться очень проблематично. И приходится мужу в полшестого утра идти и занимать очередь на ступенечках. Вот последний раз, пять дней тому назад, ну, понимаете, стоят там и инвалиды, вот стояли женщины, он первый. И ваш сторож, ну, работник этот охраны или как, вы понимаете, хотя бы, уже сейчас холодно, но хотя бы запустил в помещение, в это фойе. Он только запустил где-то в полседьмого. Пожалуйста, немножко будьте снисходительны к народу. Пусть люди заходят и греются уже до восьми часов или до полседьмого, когда открывается регистратура. Спасибо большое за звонок и за ваш сигнал. Такое ощущение, что в 21 век не все упали. Ну, я понял. Вопрос я понял. Значит, давайте пойдем по порядку. Что касается ревматолога. Значит, у нас врачи-ревматологи работают в нескольких учреждениях. И в филиале номер 4 в нашем функционирует городской ревматологический кабинет, который оказывает консультативную помощь окружающим поликлиникам. Почему врач-ревматолог есть не в каждой поликлинике? Потому что эти должности, они вводятся на определенную численность населения и носят консультативный характер. Если у человека есть проблема с плановым приемом и он нуждается в срочной помощи, он будет направлен, естественно, без очереди. Но если ситуация, скажем так, не требует кардинального решения вопросов, то он попадет планово. Кроме того, что в четвертом филиале есть, у нас есть ревматологическое отделение на базе первой больницы. Заведущий этого отделения является главным нештатным городским специалистом по ревматологии, который также оказывает консультативную помощь. И что хочется отметить, звонившей женщине, к сожалению, она не представилась. Если есть необходимость в ускорении каких-то, либо ухудшении состояния, можно и не совпадает время работы врача, чтобы зайти и это рассказать. Ведь в каждой поликлинике есть заведующий терапевтическим отделением, который курирует работу своих врачей-терапевтов. Это напрямую обратиться к нему для решения вопроса, если это необходимо, с ускорением приема. И поверьте мне, заведующий терапевтическим отделением решит данную проблему. В случае каких-то сложностей всегда подключается заместитель по лечебной работе, который уже с большими полномочиями может помочь решить любую проблему. Что касается того, что люди рано приходят на прием. Я могу пригласить вас, Ольга, и также наших операторов в утреннее время. Поверьте, я прихожу на работу в без 15,7, в половину седьмого. Я могу сказать одно, что в холле присутствует от двух до шести человек. Поэтому, как говорила звонившая женщина, я думаю, что смысла нет бежать столь рано в поликлинику. В регистратуре начинает у нас работать эта единая система с 7 утра. Можно спокойно прийти с 7 утра, когда будет работать дежурный администратор. А также у нас, это общая городская система сделана в плане улучшения доступности. Работает дежурный администратор, а также заместитель, либо руководитель учреждения. И на каждой регистратуре написано, если у вас есть проблемы с записью, будьте добры, пожалуйста, обратитесь к дежурному администратору. Ведь специально мы поставили по два медицинских работника, то есть руководитель, который помогает администратору в решении сложных вопросов, и администратор, который решает вопросы именно насущные в лице другого ответственного медицинского работника. И любая запись, любой вопрос будет решена. Главное, не просто стоять и смотреть, а в случае чего именно обратиться к ответственному лицу. Вот я по опыту знаю, что очень разнятся поликлиники в этом смысле. И боюсь, что могут люди, которые спокойно к 7 часам пришли в регистратуру, услышать, что талончиков не осталось. Их забрали все те, кто пришел к 6 часам. Ну, поверьте, ну как можно забрать к 6 часам, если учреждение работает в 7. Всякое бывает, Вячеслав Петрович. Люди к 6 утра не случайно туда собираются, поверьте мне. Мы провели опрос среди гомельчан, узнали, как они оценивают уровень обслуживания в поликлиниках. Давайте узнаем. Давайте. Там, где на данный момент я сейчас обслуживаюсь, мне очень нравится. Это поликлиника на Артема, получается, ну, квалифицированные специалисты, вопросов нету ни очередей, ничего. То есть ничего не могу плохого сказать именно про эту поликлинику. С учетом того, что у нас бюджетная медицина, все нормально и хорошо. Меня, в принципе, устраивает, особенно в детской поликлинике. Поликлиника. Одна писанина, заходишь к врачу, сидишь 2 часа там в очереди или час, а потом это самая, одна минута, и то она пишет еще старую карточку, потом начнет твою карточку, а в принципе не поинтересуется, что там как, что болит, что не болит, чего надо, выписала лекарство и все, и будь здоров. Сидишь к одному врачу по 2-3 часа. Это что, нормальное обслуживание? Смотря в каких? В разных по-разному. Не знаю, мы, во-первых, мало ли мы обращаемся в поликлинике, слава богу, не пристало нам это, не достает нас это все. А в нашей поликлинике нас, в принципе, устраивает все наше обслуживание. Бывает, что запишешься, а как бы не вызывают именно по времени, приходится сидеть как бы неограниченное число времени. Можно и час просидеть, а записался гораздо раньше. Ну, это такие вот как бы нюансы. А почему они вызывают? Другие идут? Ну, идут, пропускают те, кто вообще не записывался, как бы не по записи, в качестве очереди просто приходят. Бывают те, которые, знаете, приходят просто с температурами. Ну, конечно, можно понять, но с другой стороны, зачем тогда эта общая запись нужна? Замечательно, все устраивает более чем. Единственное, что, наверное, как-то, как в банках сейчас в большинстве устраивают, чеки вот выдают по номеркам. Так было бы куда удобнее, было бы меньше каких-то споров в очередях, я думаю. Так, в принципе, с большего все замечательно. Мы продолжаем диалог в прямом эфире и принимаем в нашей студии очередной телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Мы вас слышим, пожалуйста, не прерывайтесь, говорите. Здравствуйте. Дело в том, что я, Солдатенко Инна Кирилловна, обслуживаюсь поликлиникой номер, бывшая номер 11, сейчас видно филиал 1. У меня вот такой вопрос. Почему в нашей поликлинике нет постоянного кардиолога? Поняли вас, спасибо за звонок. Спасибо, Солдатенко Инна Кирилловна. Вячеслав Петрович, должен ли быть постоянный врач-кардиолог в поликлинике? От чего это зависит? Это зависит, ну, конечно, это зависит от подготовки специалистов. По штату данный специалист в этом учреждении предусмотрен. Вот, но у нас очень много специалистов на сегодняшний день находятся в декретном отпуске. Прекрасно. Это прекрасно, но это головная боль для руководителя. Но вместе с тем, несмотря на то, что, назову цифру, 360 врачей на сегодняшний день из нашего городского здравоохранения благополучно родили и ухаживают за своими детьми, что приятно, но, конечно, на определенные периоды это вносит сумятицу в работы любого учреждения. Поэтому данную ситуацию мы знаем. И, конечно же, подготовим специалиста. Но не сразу, но дайте нам время. Все получится. А вообще, к каким специалистам сложнее всего попасть на прием в городе Гомеля? Ну, если анализировать запись по интернету, более всего, конечно, спросом пользуются узкие специалисты. В частности, невролог – это прежде всего. Потому что многие пациенты, несмотря на то, что терапевты могут лечить все эти заболевания, тем более, что лечат по одним и тем же протоколам, что неврологи, что терапевты, считают необходимым напрямую обращаться к врачу узкого профиля, в частности, как неврологу, по поводу и без для того, чтобы получить помощь. А на самом деле это врач, который должен оказать консультативную помощь, в принципе, проконсультировать и передать его терапевту для дальнейшего лечения и в случае неэффективности, опять же, оказать консультативную помощь, чем помочь. Ну, это касается, конечно, общераспространенных болезней. Если есть узкоспециализированные, которые, конечно же, подлежат лечению только у этого специалиста. Ну, вот анализируя интернет-запись, все-таки больше всего к ним. На втором месте стоят уже эндокринологи и другие. Ну, а анализируя проведенный наш опрос, могу сказать, что больше всего бы замечаний связаны как раз с приемом врача, необходимостью высиживать очереди и с необходимостью заполнять врачом карточку. Вы согласны с тем, что это пока такие проблемные для современной медицины места? Ну, скажу одно. У того врача, у которого есть система работы, у того учреждения, где есть система работы, это искореняется. Искореняется оно, конечно, постепенно, сразу. Все охватить невозможно. Поэтому для того, чтобы улучшить доступность помощи, мы специально организовали работу наших учреждений. С 7.00 работают в регистратуре. Кроме регистратур мы дополнительно ввели работу. Это лабораторные службы, служба функциональной диагностики. Для того, чтобы наши люди, особенно которые работающие, спокойно могли прийти до работы, сдать необходимые анализы, записаться на прием. Кроме этого, мы уже в поликлиниках, которые информатизированы более лучше, вообще исключили листы самозаписи. Запись, даже если человек обращается к регистратору, он подбирает время непосредственно уже исходя из имеющейся компьютерной программы, с последующей передачей ведомостей врачу по записавшимся людям. Что касается уже регуляции работы на приеме, то здесь даны четкие указания в регулировании приема медицинскими сестрами. Это воспринимается, скажем так, как ЧП, если медицинская сестра, которая работает с врачом, который принимает пациентов, не регулирует сам поток пациентов. Потому что у врача есть ведомость, расписанная, где какой человек должен прийти. И медицинская сестра обязана вызывать по этой ведомости. Исключения могут составлять, это только льготные категории граждан, конечно, это наши заслуженные инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые и могут, и должны проходить вне очереди. Инвалиды, а также люди с экстренными ситуациями. То есть это высокая температура, свыше 40 градусов. Ну и другие тяжелые состояния, такие как кризовое состояние, когда нужно оказание экстренной помощи, тогда, конечно же, ни врач, ни медсестра не будут смотреть на время приема пациента, будут оказывать медицинскую помощь человеку. Конечно, и в такой ситуации, конечно же, с пониманием нужно отнестись, потому что на этом месте может каждый из нас оказаться. Да, может оказаться каждый. Поэтому нерегулирование вот этого времени приема медицинской сестрой рассматривается как ЧП. И, в принципе, на сегодняшний день мы планируем ввести анкетирование на каждом участке отдельно, провести такое, скажем так, небольшое статистическое исследование, касающееся каждого конкретного учреждения и каждого конкретного участка, который укомплектован медицинской сестрой и врачом, для того, чтобы выявить те недостатки, которые присутствуют в работе. Потому что есть идеально настроенные врачи со своей командой, и есть, конечно, тех, которых надо немножечко подстегнуть. Вот, чтобы их выявить, не только касаясь обращений граждан, не только при, скажем так, инспекционных этих обходах наших администраторов, но и не каждый ведь еще и человек заявит, боясь испортить отношения с врачом. Конечно. А недостатка. Поэтому вот только, я думаю, больше результат даст. И не каждое заявление является обоснованным и объективным еще, к тому же, заявить тоже можно много о чем. Вячеслав Петрович, накануне наши корреспонденты посетили несколько поликлиник города Гомеля и поинтересовались, как там решают проблемные вопросы. Филиал Гомельской городской поликлиники номер 6. На часах еще без 10 минут 7 утра, однако регистратура уже открыта. Медперсонал приходит на работу примерно за час до начала, а поэтому ко времени официального открытия, к приему посетителей, все готово. Для того, чтобы уменьшить очереди, график работы регистратуры сместили на полчаса. Раньше поликлиника открывалась в 7.30. Впрочем, желающих записаться на прием обычным способом с каждым годом становится все меньше. Благодаря внедрению информационных технологий, более 60% населения сегодня записываются на прием к врачу через интернет. Только за 2016 год запись через интернет увеличилась в два раза. Она востребована. У тех, кого нет такой возможности записаться через интернет, запись проводят по телефону с 7 до 20.00. Остается небольшой процент пациентов, которые все-таки приходят в регистратуру и записываются на прием к врачу. Это порядка где-то 15-20%, но этот процент с каждым днем уменьшается. Сегодня шестой филиал обслуживает около 26 тысяч человек. В администрации говорят, что не увеличивая штат медицинских работников, постарались создать для пациентов максимально комфортные условия. Это сразу же отразилось не только на эффективности работы медучреждения, но и отношении к нему посетителей. Никакой очереди. Вот пришла, записалась. И все, никаких вопросов. Никаких очередей к терапевту, допустим, к эндокринологу. Ну, бывают, но незначительные. Я вообще поражаюсь, как можно создать такой коллектив. Понимаете, они настолько доброжелательны. Мало того, что они профессиональные люди. Вот это уже вне сомнения. Они очень доброжелательные. Всегда. Понимаете, вот всегда они готовы тебе помочь. Я очень благодарна. В общем, мне нравится наша клиника. Организация работы клиника-диагностической лаборатории тоже претерпела изменения. Время приема пациентов, правда, не изменяли. Однако количество лаборантов увеличили вдвое, что позволило практически полностью ликвидировать очереди. Теперь задача улучшить материальную базу. В планах у нас также улучшить материально-техническую базу клиника-диагностической лаборатории. Закупаем медицинскую мебель. Также перейдем переговоры с руководством здравоохранения города Гомеля о приобретении микроскопов, которые нам очень важны. Филиаля номер 4 за развитием информационных технологий следят также. Правда, полностью перейти на них пока не получается. В первую очередь это касается отказа от бумажных носителей. Всем хорошо и давно известных карточек. Вообще в поликлинике существует своя электронная регистрация. Однако переход исключительно на нее невозможен по нескольким причинам. Самое главное – отсутствие электронных подписей у медицинского персонала. Если в электронной системе это всегда под руками, у каждого перед глазами переносить карты не надо. И, в общем-то, эта сохранность гарантирована 100%, то есть что она не затеряется, не потеряется. Потому что в тех условиях, в которых мы сейчас работаем, у нас 52 тысячи наслуживающих населения, конечно, бывает, скажем, следить за бумажным носителем карты. Особенно если пациент записывается к 3-4 специалистам одновременно в один день, очень достаточно бывает сложно. Пока же для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций, в регистратуре установили несколько видеокамер, записи с которых в поликлинике хранятся несколько недель. Плюс создали комиссию по медицинской этике и диантологии. В переводе с греческого – это учение о морали и нравственности. Сегодня четвертый филиал обслуживает более 50 тысяч человек. При плане в 375 посещений в смену эта цифра доходит до 780. С введением в эксплуатацию центральной поликлиники и перевода туда значительной части посетителей нагрузка на медиков снизится. А пока здесь ищут и находят возможность организации комфортного обслуживания пациентов. Всех без исключения, включая пожилых людей, приходящих сюда практически каждый день, часто без особой потребности. Впрочем, у медиков на этот счет своя точка зрения. В конце концов, их главная задача – оказывать помощь всем без исключения. Это своего рода тоже лечение. Поэтому я так думаю, что вот таких пациентов, которые, как вы говорите, там, таких нет. Ну, каждому надо. Если он приходит каждый день, значит, это пациенту нужно. Значит, ему нужно, наверное, в этот период жизни, чтобы его кто-то дополнительно поддержал. Не хватает, наверное, поддержки где-то кому-то дома. Надо вот пообщаться, прийти сюда, в поликлинику. Это нормальная практика, в общем-то, нормальная. Я считаю, что пусть лучше сюда к нам придут, чем будут где-то переживать, неправильно что-то делать, лечиться, там, принимать таблетки по совету своих подруг, друзей, чем получив, лучше получат квалифицированную помощь, квалифицированный совет врачей. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях главный врач Гомерской центральной городской поликлиники Вячеслав Петрович Ященко. Вячеслав Петрович, переход на электронные карты, по вашему мнению, насколько близко во времени перспектива? Значит, это перспектива ближайшей пятилетки. Значит, нашим министерством здравоохранения поставлена задача перейти полностью на информационные носители к 2020 году. Что сделано в городе Гомеле на сегодняшний день? Значит, мы уже, пять поликлиник у нас полностью компьютеризировано, и мы постепенно внедряем наработку этой базы, так как перенести всю информацию, которая есть на бумажных носителях, в электронный вид крайне сложно, поэтому базы практически набираются полностью с нуля. Кроме этого, мы уже будем запускать в этих поликлиниках, также в тестовом режиме и проводить апробацию функции, такой как электронный рецепт. Это будет сделано в четырех взрослых поликлиниках и центральной детской клинической поликлинике на Мазурово. Что с тобой будет представлять эта инновация? Значит, ну, на первых порах эта инновация будет представлять, значит, собой то, что у каждого пациента будет индивидуальная карта по типу банковской. При посещении врача по идентификационному номеру карты будет выписываться электронный рецепт, который автоматически через сервер будет на нее заноситься и передаваться на сервер нашей гомельской фармации. И пациент уже при посещении аптеки будет предъявлять карту, а не бумажный рецепт, с которого фармацевт сканером штрих-кодов будет считывать эту информацию, те препараты, которые выписаны, и сразу выдавать человеку. При этом в качестве обратной связи, как контроль лечения, врачу будет поступать ответ, что пациент препарат получил. То есть лечение он начал, что крайне важно для нас, так как многие не получают те препараты, которые им врач выписывает. Ну, конечно, на первых порах мы все эти электронные рецепты пока еще будем дублировать на бумажном носителе, но от них мы постепенно, я думаю, уже откажем все. А от бумажных карт? Когда можно будет отказаться, на ваш взгляд? Ну, на наш взгляд, только в тот период, когда сначала мы компьютеризируем все поликлиники, как вот и нам поставлено задачи к 2020 году, и начнем ведение всех пациентов. Но нам необходимо же будет взять ту информацию, которая есть на бумажных носителях, для того, чтобы ее занести. А это все-таки довольно большой объем работы. Это практически вся история жизни человека, ее надо отсканировать и перенести на цифру. Это не так просто, Вячеслав Петрович, у нас какое-то время поездило. Менее двух минут с вами до окончания программы. Я хотела узнать, новые поликлиники появятся в городе Гомель в ближайшее время, потому что нагрузка достаточно неравномерна на разные учреждения. Да, конечно. Все мы вот, проезжая, видим, что строится поликлинический комплекс на улице Мазурова. 40% готовности уже обеспечено, общестроительных работ. Поэтому, исходя уже из бюджета, я надеюсь, что к 2018 году этот комплекс мы уже запустим наряду с детским, который функционирует. Я надеюсь, что в начале следующего года мы с вами снова встретимся, потому что осталось очень много у нас вопросов, которые мы еще не успели обсудить. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам. Главный врач Гомельской центральной городской поликлиники Вячеслав Ященко сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и будьте, пожалуйста, здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин